всем привет доброе утро пасмурно но это еще утро сегодня у нас дождь собирается обещается я чего со своей подушкой в обнимку я видео сделала как как я эту собирала подушечку и очень вдохновилась это у меня для спальни подушка здесь бордовый диванчик а у меня в зале у меня вот такого цвета диван не совсем такого где-то тут есть кусочки они там лежат кусочки обивки с того дивана для ремонта оставляли таких лаптики а у меня куча подушек и они у меня все лежат в шкафах комодах общем где попала занимают место а я хочу сделать вот как эту и они смогут лежать на виду и лежать в интерьере они просто в наволочках ну как в наволочках неприглядно лежат вон две подушки если видно и если видно вон я их покажу и простите вон они одна 55 на 55 наволочка нужна вторая мне нужна наволочка где-то 35 на 40 вот я их сделаю в одном цвете и хочу именно вот такими полосками собрать мне очень понравилось как раз и я полосочки утилизирую косые беечки есть у меня атласные ленточки куча всего всего и как раз они очень хорошо пойдут в те мои наволочки конечно сюда мне нужна бордовая наволочка еще одна но у меня больше такого бордового куска нет ну пока будет так и буду потихоньку делать и потихоньку показывать потому что ну очень увлекательна эта техника пицца и здесь можно фантазии очень много вкладывать и в общем-то буду показывать что я буду делать что я тут себе нафантазировала сейчас потихоньку буду собирать первые полосочки и потихоньку показывать так ну я начала как бы уже свою очередную наволочку интерьерную я сейчас перевожу на свои руки на свою работу надеюсь я показываю доступно понятное дело что кому-то нравится кому-то не нравится не так повернуто камера может кто-то пишет нудно рассказывается там что-то там еще я не знаю ну ребята ну извините ну вот показываю как показываю у меня цель утилизировать в первую очередь ну и показать что это несложно и что это интересно и что это в итоге красиво как это делается но если не совсем понятно ну простите пожалуйста ну очень много видео в интернете если вдруг мои очень недоступны поэтому своим подписчикам я рада гостям всем я рада вежливым тем более рада постоянным особенно сильно рада всех люблю целую обнимаю поехали смотреть как я буду делать свою подушку у меня заготовки от сердечек винтажных остались я сейчас разложу ну и конечно будет не видно это я просто чтобы не выбросить кусочки ткани здесь я даже вышивала ну вышивала не для сердечек это я вышивала крестильный набор и то что оказалось бракованным просто пошло сюда в сердечки чтобы не топорчил не топорчилось чтобы не топорчилось раньше времени толстовато будет для прошивки но ничего страшного места вышивки этой забитой это я для того чтобы во первых утилизировать во чтобы слой был чтобы слой был такой как не нужно кусочки здесь все красивые поэтому я могу просто вот так их высыпать и разровнять а потом уже сверху буду набрасывать а сверху уже буду набрасывать что-то более симпатичное для основного рисунка нужно было перемешать ну не страшно такая у меня целая блуза еще вот такая как это показать видно видно целая блуза я ее буду потихоньку потом резать единственное хочется чтобы эти все кусочки расправились равномерно поэтому поэтому буду чуть-чуть их поправлять конечно конечно же конечно же тут красивенькие такие лоскутики хочется их красивенько расправить кружева такого оказалось у меня очень много кусков черная выпала конечно зря вверх я сейчас черненькие кусочки зарою они мне не очень интересны просто для количества опять же просто для количества это я вчера делала на ту наволочку первую свою я делала внутреннюю часть основу вот так красивенькая все разложила сейчас я настраиваю сюда зелененьких кусочков я уже приготовила я стараюсь так ровнять все не резать а ровняю потом если уже нужно будет порежу остальное первая моя полосочка на новую наволочку заготовочка полосочки на новую наволочку заготовочка полосочки готова сейчас я немного подправлю я ее слишком растянула я придумала поправлять это все шило пальцами во первых цепляется во вторых как то так получается не знаю почему хуже я решила это все дело поправлять с шилом как там так почему то лучше получается не знаю может это только у меня так получается но попробуйте и вы может быть вам тоже понравится а то как то начинаешь трогать оно магнитится за пальцами за усеницами наверное не знаю я каким то образом а вот так получается видите равномерно и пышно не хочется потом срезать этот край не нужный будет он выкладываясь выкладываясь а потом как будто бы зря зря трудился поэтому я лучше вот так сразу подтяну все это дело подтяну поправлю все таки лоскуточки мне честно говоря жалко хорошие я совсем такие ну негодящие я выбрасываю я не хочу я не хочу дома хранить хлам мне его достаточно было в моей жизни поэтому художественно все таки разложить там где там где совсем зацепила поэтому откровенный хлам я не храню а красивые лоскуточки которые я использовала мне и жалко отрезать и выбросить поэтому ну вот так и при помощи шила и при помощи рук и ног и всего-всего вот вот теперь то что мне нужно я сейчас найду свою проутюжку она уже за этот месяц такая стала страшненькая не могу найти так ладно попытаюсь так прям придавить я сегодня не стала использовать клей я постоянно забыла честно говоря поэтому и не стала переворачиваю шелчки вот это срезанные шелчки вот 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 полосочки это срезанные шелчки от чего-то но они с люрексом поэтому я их решила не выбрасывать раз уж делать пиццу из всего всего то решила не выбрасывать ну что придется еще немного подтянуть придется еще немного подтянуть много много вылезает не хочется а тетя все все хочется все таки покрасивее сделать пицца есть пицца лоскутики лоскутики отходики отходики но хочется очень хочется чтобы все таки было как можно более художественно расположена ничего не выбрасывать каждый раз сравняю пиццу каждый раз у меня на новую пиццу с нее куча отрезков куча отрезков точно лоскутики размножаются каким-то почкованием размножаются почкованием хочу все таки все шелчки перевернуть неуклюжий у меня палец стал поэтому и цепляется поэтому я так медленно делаю у меня у меня начал палец жить своей жизнью отдельно я конечно ставлю его на место все его выбрыки но пока вот так пока вот так все больше ничего не ровняю 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 а оно ровняется и ровняется у меня заканчивается место на телефоне я сейчас как раз перехожу к машинке а телефон буду чистить ты посмотри чем больше я ровняю тем сильнее тем сильнее но не ровно в общем все больше не ровняю закалываю и перестрачиваю закрепила я все иголками посильнее и хочу попробовать все таки не так как я самого первой подушки своей самого начала клеточкой прострачивала а хочу попробовать что-то такое что-то такое но это должно быть конечно так чтобы потом не высыпались кусочки сейчас придумаю все равно какие-то такие завитушки сделаю я показывала как я начинала собирать и теперь я показываю как я ее простегала если в первой подушке я сделала клеточку на глазок то здесь я уже видите где-то цветочки обводила обшивала где-то просто наугад делала такие разводики листики но все это сейчас еще буду кроиться и как как разрежется так и разрежется но мне хотелось как-то так поблагороднее чем просто чем просто строчки поэтому я здесь сделала цветочки завиточки и это помогает руку набивать и ну знаете мне нет желания просто брать кусочек на нем учиться и потом его выбрасывать я она все-таки такая знаете более рациональная я люблю ну использовать то на чем получился сделалась она более-менее имеет вид куда-то его использовать поэтому почему бы не использовать пицца сама по себе такая техника красивая и благодаря ей я могу еще и как бы попытаться сделать какие-то красивые красивые научиться набить руку заворотики поворотики сделать это я уже тут отрезаю как всегда ниточки чтобы чтобы они не торчали чтобы сразу начисто было и я сейчас это все буду раскраивать размеры подушек я знаю своих и сейчас одну из них я уже начну раскраивать а те кусочки которые будут оставаться буду смотреть либо я буду опять крошить в следующую пиццу пицца она не дает она не дает утилизировать куски она дает этим кускам размножаться я не знаю мне все больше и больше но мне это радует и радует в общем все я выключаю продолжаю и показываю продолжение обрезала я свою пиццу ну это только один кусочек вот она с обратной стороны рисую не хочу называется очень даже хорошо получается что я параллельно с тем что дело красивую подушку я еще учусь вышивать на машинке так вот на эту наволочку которая побольше 55 на 55 она у меня нужно целых таких еще один такой кусок и один сплошной 55 на 55 мне еще делать и делать поэтому я пока что буду собирать как я это делаю я вам приблизительно показала когда я уже соберу несколько этих кусков красивых и тогда покажу их все вместе и уже потом опять начну показывать сборку своей красивой наволочке добрый день я сегодня поменяла опять дислокацию своей камеры ну так не совсем удобно но пока так я не хочу от машинки убирать подушки показываю что я уже сделала обивочную ткань я обшила вокруг прошу прощения держу подушку смотрите обивочную ткань я обшила полосками из вельвета это у меня я брюки порезала порезала вельветовые брюки они такие тягучие встречевая и хочу вас предостеречь будьте осторожны с тканями которые встречи вы именно вот вельвет ну играет ползет в общем-то с трудом я с ним справляюсь смотрится конечно красиво значит обшила я обивочную ткань этим вельветом и каждый кусочек пиццы я обшила руликом и потом соединила и решила начать все таки с маленькой подушки и из маленькой наволочки вот она эта подушечка она небольшая вторая у меня 55 на 55 хорошо что я вовремя остановилась и начала с маленькой из-за вот этой ткани очень сложно с ней работать мне теперь придется обдумать как я буду более большой размер с ней делать ну вот видите поставила на подкладочную ткань еще чтобы не так сказывалась разница тканей это не сказать что тонкая но она тянется тянется играет обивочная ткань это диванная мебельная обивочная ткань она плотная но пошла разница тканей и хорошо что я сообразила и поставила на подкладку вот эта часть у меня на подкладке вот весь этот кусок так выглядит сейчас я пристрачиваю к нему молнию подушечка небольшая пристрачиваем молнию вот таким вот образом или собственно практически подушка собрана на молочко пристрачиваю показывая уже готовый матери вариант показываю я вшила замочек пока еще до конца не собран так удобнее и что я хочу сказать не забудьте замочек оставить открытым когда будете сшивать саму саму подушку края это я сейчас обрежу лишнее и я хочу показать как я ставлю замочек на краешке замочков я ставлю всегда вот такие видите даже не знаю как это сказать такие квадратики и тогда посмотрите как красиво смотрится сам замок ткань понятно да что из этого вилета все мне осталось сшить бока но я хочу подумать как я сделаю либо я сделаю вот так с замком посредине и тогда получается что у меня одна сторона вот такая одна сторона вот такая либо можно сделать посмотрите как вот так сострочите тогда часть подушки будет идти нет все таки я думала вот так чтобы видите чтобы одинаковые были стороны нет наверное я все таки сделаю как косметичку эта сторона будет вот такая эта сторона будет вот такая сострачиваю одеваю и показываю показываю подушку посмотрите какая получилась красивая подушка это просто чудо она двухсторонняя опять же она подходит не на этот диван своей веселой красной стороной и на тот диван она мне подходит в общем то я сделала чуть приглушенную она не такая бордовая видите там у меня как раз вот такие цвета присутствуют и она просто необыкновенно подходит я делаю вторую наволочку и потом показываю в интерьере и 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